За минувшие сутки было зафиксировано 55 нарушений. Основной груз обстрелов легкий город Донецк, Докучаевск, Макеевка и сегодня утром Старобешево. Пострадавшие мирные жители во время этих обстрелов, убитыми 2 человека, ранено 9, убитые из Донецка, ранены 4 Донецк, 3 Докучаевск, 1 Макеевка и село Раздоль на Старобешевском районе. По Старобешево, как я сказал, в 5 утра начался обстрел, это улица Победа 87, попадание в частный дом, Чкалово 18, здание МЧС и Чкалово 30. По этому адресу находятся электросети. Было уничтожено осколками 3 грузовых автомобиля, 2 трактора. И имущество, которое находилось на территории данного предприятия, тоже самое повреждено. Старобешево очень долго не обстреливался. По разрушениям. В Донецке зафиксировано 7 разрушений, в Макеевке 5, в Докучаевске 7, в Горловке 22, в Старобешево 3. Всего 24. За минувшие сутки было 6 пожаров. Пожары все эти были в результате артобстрелов. За прошедшую ночь более активные действия велись в районах Чернухина и Ласточкина. Подразделение армии ДНР было уничтожено. Личность состава около 500 человек. Один танк, два БМП, три единицы МТЛБ. Гаубичная батарея в составе 5 единиц. Несколько автомобилей и склад боеприпасов. Также хотелось бы отметить, что в соцсетях появилось сообщение о том, что людям начали разносить повестки, связанные с заявлением главы республики о мобилизации. Принудительного, еще раз подчеркиваю слово, принудительного действия по мобилизации нет и не будет. Было сказано, добровольное. Поэтому, если будут пугать кого-то и рассказывать сказки о том, что кому-то принесли, кинули в почтовый ящик или позвонили в дверь и под родпись вручили, это вранье. Хотелось бы еще отметить, вчера вечером в районе Киевского и Кубышевского районов могли наблюдать свечения, так называемые люстры. Их было четыре. Это не фосфор. Это были осветительные снаряды. Применялась данная категория боеприпасов для того, чтобы проводились мероприятия по террористическим группам, которые работают в нашей территории, для их обнаружения, зачистки и уничтожения. Применялась данная категория.